так сегодня буду сеять лук порей сорт мамонт и сорт премьер расскажу немножко я про порей для себя наговорю и может кому-то эта информация пригодится опять же так лук порей богат калием железом сахарозами эффективный эфирными маслами он обладает целебными свойствами врачи рекомендуют его при ревматизме ожирении мочекаменной и других болезнях одно из замечательных свойств его способность накапливают при хранении витамин c у других овощей этого свойства нет вот я прочитала немножко про лук порей чем он богат сейчас почитаю немножко лук порей растение средиземноморское мало приспособленных сложным климатическим условиям растение двулетние высотой от 40 до метр-метр-двадцать в первый год образуется корневая система сложной белой луковицы длиной до 15 сантиметров в диаметре достигает до 8 сантиметров на второй год вырастает цветонос до полутора метров с белыми или розовыми цветами семена созревают зависимости от регионов средней полосе в августе-сентябре на севере сентябрь-октябрь семена сохраняют схожесть до двух лет на третий год они уже процентов 30 только взойдут на юге сеть можно прямо в открытый грунт у нас рекомендуется через рассаду возраст рассады ранние сорта 50 60 дней поздний сорта 60 70 дней так вегетационный период у раннего сорта 180 дней это 6 месяцев у позднего сорта от 200 до 240 дней 7 8 месяцев от сходов семян считают хорошо растет на участках где росли бобовые капуста богатая плодородная почва где не рекомендуется сажать после лука потому что у них одни и те же болезни и вредители какую почву рекомендуют для лука парея почва нейтральная богатая органикой и минеральными веществами кислую обязательно осенью раскислить если очень не раскислили значит надо весной под перекопку доломитовой мукой место для лука выращивания светлое без застоя воды растение холодостойкая но не любит сырости посадка это имеется ввиду уже или семян или рассады высаживать когда прогреется почва температуры почвы 8 10 градусов плюс на одно растение если рассады высаживать нужна площадь 20 на 20 сантиметров эти гнездовым способом садить можно садить в борозды глубиной борозда должна быть 10 15 сантиметров рассаду обязательно закаливать при высадке укоротить листья если они слишком длинные и корней немножко укоротить если они очень длинны чтобы при высадке не загибались рассада лучше будет приживаться рассаду высаживать на глубину как росла не заглубляя точку роста в общем как вот росло растение вот так по этот грунт так и садить подкормка начинать подкармливать когда тронется в рост совмещая с поливами брать одну вторую дозы значит делить пополам дозу и тогда подкармливать чтобы корни не сжечь и чтобы лучше усваивалась органика и удобрение рекомендует 10 грамм на 10 литров воды и добавить к этому еще значит 10 грамм это комплексное удобрение азот фосфор калий на 10 литров воды и добавить еще коровика 1 литр поливать любит но не полив но не любит перелива и сырости делали грядки высокие чтобы не было застоя воды если лето будет дождливая уход окучивать или мульчировать требует 3-4 раза за сезон при эмульчировании подсушенной травой не надо свежего от самой травой она до сеном очень подсушенным после полива почвы и подкормки это рекомендую чтобы если сухое лето то для удержания влаги в почве первое время рассаду притянить пока не приживется в августе не кормить азотными удобрениями по минимуму 5-10 процентов азота перед уборкой вообще чтобы зотное азотное удобрение исключить за месяц только фосфорные калийные подкормки сейчас расскажу немножко посев семенами для обработки от болезней прогревать семена в теплой воде температура 45 плюс 50 градусов это если у нас свои семена я буду сеять семена из магазина потому их тепловую обработку им не буду делать потому что у них наверняка сделан хоть какая-то минимальная обработка подержать во влажные салфетки от двух до четырех суток но то если сроки уже упущены посадки то для быстрой схожести рекомендуют подержать по влажной сосед салфетки если семена не свежесть чтобы не было шапочки но чтобы семечко проросло и на кончике листика не было от семечки как говорится шапочки ну кожицы проросшие семена сразу сеять не просушивая если вот за четыре дня за четверо суток они прорастут то значит их не надо просушивать подсушивать а сразу высевать иначе корешок подсохнет и семечко может не прости не проросшие семена слегка подсушить до сыпучести высевать на глубину 0 5 0 0 8 сантиметра значит на 5 на 8 миллиметров глубоко не надо на расстоянии садить сразу 3 на 3 сантиметра чтобы растения друг друга не угнетали значит 3 на 3 сантиметра вот так вот немножечко емкость для рассады брать высокую вот у меня высокая раз емкость взята сколько тут ну сантиметров 8 где-то потому что у лука корни длинные чтобы было где ему расти места хватало потому что в этой емкости они будут расти у меня до высадки в открытый грунт почва должна быть достаточно влажная не любит переуллажнение бортики оставляет 2-3 сантиметра для прорастания сверху вот у меня оставлено 2 2 сантиметра чтобы если я когда закрою чтобы было семечком куда прорастать расстояние первое время сверху накрыть стеклом или полиэтилен пленкой для сохранения влаги температура прорастания должна быть 20-22 градуса семена прорастают на свету свежие семена взойдут в течение 10 дней не свежие зайдут в течение 15-20 дней первое время не подкармливать когда появится нас настоящий лист начинать подкормку комплексным удобрением брать одно вторую дозы комплексное удобрение это значит азот фосфор калий одно вторую дозы сколько там ну я например на одну литровую банку беру там четвертую часть чайной ложки удобрение развожу у меня там есть видео как я развожу удобрение красоту пара видит есть если густо посеяли потому что я иногда если не свежие семена сию в одну луночку по два семечка а потом если оба семечка прорастают то я оставляю только одну самая сильная семечка а вторую удаляю у нас нас в севере лучше садить ранние сорта они не такие крупные но успевают вырасти но опять же если ранее сорта сисеют то они хуже хранятся так хранить их как можно в погребе при температуре плюс 2 плюс 3 градуса целеси в прикопе в песке сухом или просто в ведре рекомендуют укоротить листья и корни перед тем как убрать в погреб растение обязательно защищать от сильных заморозков чтобы не повредились надземная часть это при минус пяти они уже все повреждаются до минус пяти они еще выдерживают а если уже сильные заморозки значит сделать укрытие чтобы для дальнейшего роста и нарастания надземной частью у этого лука в погребе хранится до четырех месяцев можно морозить и готовить заготовки так от болезни от болезни явно тебе используем фитоспорин для профилактики чтобы не было ни черной ножки ничего но лучше всего не переливать смотреть по почве если вот бывает наружный слой сухой а внутрь посмотришь там уже влажно начни надо поливать и обязательно после полива рыхлить наружный слой но это уже когда прорастет рассада семечки когда прорастут так от болезни фитоспорин я уже сказала медный купороз борьба с болезнью слабый медный купороз значит разводить раствор вредители как у у обыкновенной у лука стандартная значит я как делаю от луковой мухи две столовые ложки нашатырного спирта на 10 литров на и опрыскиваю растения через неделю ну да через неделю примерно вот в неделю раз примерно так а если дожди значит почаще потому что очень хорошо отпугивает нашатырный спирт так буду садить сорта вот таких луков пареев луков пареев значит мамонт сейчас расскажу немножко про сорт мамонт вот такой у меня сорт под неспелый летний осенний плотность расположения листьев низкая листья средние средней длины и ширины с восковым налетом длина отбеливанной части 25 сантиметров диаметр стволика 4 сантиметра масса товарная 250 грамм урожайность 3 килограмма с метра квадратная зарегистрирован с этот сорт в 2017 году рекомендован для посева во всех районах такой сорт мамонт и еще один сорт сорт премьер премьер я такого нет не знаю сейчас прочитаю про него уральский дачник премьер среднеподний сорт можно собирать через 160 дней в сентябре значит как взошел 160 дней отсчитывать и тогда можно его убирать высоко урожайный средний средней высоты до 20 сантиметров белой части и средней толщины 45 сантиметров стебель него масса продукта до 400 грамм листья средние синие зеленые плотно расположенные луковицы слабо выражена сорт зимостойкий слабо острый пригоден для свежего потребления сушки и консервации ну вот рассказала я про два сорта которые будут садить так сейчас я расскажу немножко еще интересную информацию про этот лук что я нашла для меня конечно это было удивление так сейчас расскажу как цветет со свете шарообразная зонтичная состоит из 800 до 800 цветков цветки мелкие ароматные белые розовые окраски до сиреневой фиолетовой семена вызревают в них редко и долго ближе к ноябрю у нас на севере нереально но все только в теплицу садить тогда может быть так и семена это завязываются небольших количествах схожесть семян до трех лет как я и говорила два года еще нормально а на третий год вообще единичный как вы семена просто простают при понижении в температуре или опадание бутонов в соцветиях часто появляются будут бульбочки вот этого я никогда не видела что вот если отцвели и там могут образоваться бульбочки как у чеснока воздушные луковички которые также как и семена можно посеять вот это у меня было открытие посев открытый грунт это вот у меня вот останутся семена все семена сюда не высею а всхожесть у них уже на следующий год будет наливая потому что они уже девятнадцатого года урожай двадцатого года расфасовка хотя тут написано до двадцать третьего но это нереально ну в общем ладно посев открытый грунт семенами это вот которые останутся я в апреле буду высевать их выращивание за один сезон рекомендуют только ранее сорта значит а у меня здесь среди поздние так что что вырастет то вырастет в регионах с мягкими зимами лука продолжительная вегетация без выраженного периода покоя это вот на югах значит они и растут и по снегу ходят и потом без подснега не снег тает и они снова продолжают свой рост нет у них спящего покоя все в конце апреля начале мая когда винует угроза заморозков губительных для всходов он значит заморозки если посеять то надо их закрывать пленкой если мало ли зайдут они могут погибнуть от заморозка при трех-четырех листьев растений прореживают оставляя расстояние 10-15 сантиметров растения от растения значит вот четыре листика выросли настоящих их значит прореживают выдергивают на зелень для еды и оставляют несколько штучек с расстоянием 15 метров где-то этот вариант как бы проще но менее продуктивный ножки получается меньше по размерам и массе чем при рассадном способе расскажу сейчас про рассаду при высадке рассады почва должна быть торф песок и опилок ошпаренный на 10 литров добавляется 50 грамм доломитовой муки в ведро земли 10 грамм двойного суперфосфата 10 грамм мочевины 10 грамм серно-кислого калия сеять семена на глубину 05 до одного сантиметра так досвечивать рассаду вот которым не будут расти сейчас еще в марте вот нас темно и иначе досветка нужно было чтобы до 12 часов был день температура прорастания семян должна быть 18 20 крайне 22 градуса если грунт слабый и мало сделать пикировку вот если буду садить например если земли мало то надо будет пикировку делать потому что они будут друг друга угнетать у него конкуренция им питание будет не хватать и земли будет не хватать потому их надо будет рассаживать я сейчас уже у меня глубина грунта большая площадь большая им место будет хватит расти так если нет возможности рассаживать но все места нету то значит можно подсыпать почву каждые две недели подсыпать почву как только взойдут листики образовываются начнут настоящие и подсыпать землю каждые две недели рекомендуют можно укорачивать сеянцы до высоты 10 сантиметров тоже каждые две недели делается это для того чтобы если вот например рассада слабая чтобы она была потолще делать можно вне корневую подкормку на 1 литр воды 4 грамма суперфосфата 2 грамма аммиачный селитр и 2 грамма хлористого калия разводить и можно обрыскивать из пульверизатора по листу подкормку делать так рассада ранний сорт должна быть 56 дней возрастом возрастом от схода так как зайдет на 60 дней 50 поздние сорта 60 70 дней рассада должна достигать размера диаметр ложного стебля 1 2 миллиметра и либо же до 5 6 миллиметров это значит диаметр карандаша а длина настоящих листьев количество должно быть 4 3 листов и высота 15 18 сантиметров при пересадке в открытый грунт уже не рекомендуют обрезать листья значит как растение есть так и высаживать почва хорошо дренированная супещаная или суглинистая у меня торф и потому этом песок и всего добавляю пилок чтобы почва у меня была более богатая то очень бедный так влага полива в августе сентябре основные идут при недостатке влаги если будет мало влаги то будет замедляться рост стебель не набирая толщину листья грубее и вкусовые качества ухудшаются и потому значит вот когда начинаются в июльские августовки засухи обязательно на поливать чтобы растение в это время начинает набирать свою массу и чтобы она была нормально развивалась подкормка во второй половине лета как я сказала не позже за полтора месяца перед уборкой прекратить все азотные подкормки уход окучивание рекомендуют окучивать по всякому кто досочки ставит окучивать сеном лишь бы это отбеливать стебелек кто вообще не окучивает просто земельки немного подсыпает и все кто окучивает нарывает ну а тут вот некоторый способ конечно для себя нашла интересный с месячного возраста до пяти раз окучивают но это как и сказал кто окучивает окучивать разрешается до уровня отрастания нижних листьев не больше чтобы земля не попадала в пазухи листьев иначе будет загнивание можно предварительно обернуть стебли бумагой или плотно обвязать спонбондом черным или картоном чтобы отбелить стебель это без окучивания когда нечем окучивать значит садить рядами и вот так можно каждое растение уже где-то с недели за три за месяц так и оборачивать чтобы стебелечек был беленький делают для наращивания толщины стебля укорачивают листья примерно на одну треть для растения слабленных и медленно растущих это уже когда например перед уборкой чувствуете что растение не набирает нужного размера то можно листья укоротить чтобы она больше пошло как бы в корень на одну треть листья можно укорачивать так на зиму перед уборкой перед зимовкой подкормить это если растение будет зимовать в открытом грунте перед зимовкой подкормить фосфорно-калийным удобрениями окучивают прикрывают лапником тофом листьям или нетканым материалом морозостойкость зависит от сорта и высоты снегового покрова под снегом может выдерживать морозы до минус 18 градусов если хорошо укрытие в стене при выращивании в двулетней культуре у основания луковиц на донце появляются небольшие луковички пристрелочные их называют однозубки по форме округлые или удлиненные диаметром до 3 сантиметров можно использовать для вегетационного размножения для получения выгонки лукового пера в домашних условиях или в теплице выкопать поздней осенью пристрелочные луковицы имеющие к этому времени уже несколько листиков 2-3 листика сразу высадить не подсушивая корешки в защищенный грунт поливать теплой водой и закрыть пленкой для прорастания и сохранения от заморозков если в теплице а если дома значит просто в горшок пока не приживется кулечком прикрыть а потом когда приживутся уже можно укрытие снять так сорта лука порей ранние и средне ранние значит у них 120-135 дней вегетационный период такие сорта как веста джампер ланцелот хобот слона это ранее но они хуже всех хранятся длительных ранений они не подлежат так средние у них вегетационный период 140 160 дней такие сорта как гулливер жираф казимир коламбус крипсон f1 гибрид летний бриз мамонт вот которые будут садить он средний считается матейка f1 осенний красавец пикало f1 победитель танго и сорт форест средний поздний сорта и поздний у них вегетационный период от 180 до 200 дней аллигатор такие сорта как азгеоз бандит добрый молодец камус карантанский полустон f1 парбелла премьер сегун элефант м с так вот пор тут немножко про сорта пишут ранние сорта слабой морозостойкостью если вот ранние сорта выращивать значит знать что их если осенью они еще будут прорезвостать как бы до вызревания то их надо укрывать они повреждаются заморозками светлые листья у них ложный стебель более 25 сантиметров мало подходят для длительного хранения как я уже сказала средние сорта стебель короче у них 15 20 сантиметров по толщине особенно в нижней части обладает высокими вкусовыми качествами значит средний сорта более вкусные поздние сорта растут медленно дают короткий стебель 7 12 сантиметров листья темно-зеленые в надлежащих условиях хранятся всю зиму вот так вот поздние сорта значит лучше всех для хранения садить а для еды ранние и средние если не хранить их длительно ну вот прочитала я про порей себе надиктовала интересно тут для меня информация буду теперь садить семечки я буду садить их на глубину около сантиметра потому что семена сухие чтоб они лучше прорастали намокали от земли и освобождались от шапочки так это софт мама у меня буду садить по два семечка лунку чтобы не забыть где у меня посажено где нет я делаю ямочки ручкой очень хорошо вот так сделаю отверстие 3 сантиметра друг от дружки больше мне не надо мне этого достаточно ну вот теперь буду положить по два семечка здесь у меня почва сделана нейтральная я добавила золы здесь чтобы она не кислая была потому что лук не любит кислую почву вот посеяла закрою все один сок посадила сейчас второй поставим премьер также делаю 3 сантиметра друг от дружки земля у меня рыхлая так что делаю глубину поглубже обрезаем обрезаем остальное я все высюю летом весной на зелень кушать чтобы семена у меня не пропали так и прореживать меньше надо будет беспокоить их меньше надо будет и ухаживать проще рыхлеть когда они редко посажены и нормально они до высадки в открытый грунт потом я еще земельки досыпаю ну давай еще остались семена так раскидаем потом вы дергаем вот так закрываю закрываю все сейчас сейчас я делаю чего поливаю их земля у меня уже подсохла потому что у меня была добавлена своя земля думала что сорняки эти какие прорастут их убрать но у меня земля уже давно дома стоит так что сорняки уже никакие не прорастают все хорошо все полила добавляю песку чтобы не образовывалась корочка потому что семена не очень свежие они уже будут долго прорастать а песок не даст образовываться корочки вот так вот вот так вот И еще, чтобы никакая тут бяка не заводилась, я обкудриваю себя золой, потому что землю я не дезинфицировала ничем, не пропаривала, ничего не делала. Просто я золой сейчас ее опудрю, чтобы черные ножки ничего не было. Они любят щелочную почву, и это будет все очень хорошо. Больше я поливать не буду, пока они не прорастут. Закрою пленочкой, кулечком. Разрежем его. И закроем. Завяжем, чтобы было плотненько. Закроем, чтобы земля не пересыхала. До прорастания поставлю сейчас на подоконник, на солнышко, и будет прорастать. Узелочек сделаем и все. Не хочет. Хвостик маленький оставил. Ладно, сейчас завяжем. Вот так. И вот так. Все, прорастут. Видно будет. Дырочка тут у меня маленькая есть. Чуть-чуть проветриваться будет. Будем еще парочку сделать. Все. Везде влаги будут уходить. Ну вот. Сегодня мы посадили, не мы посадили, а я посадила лук-порей. Вот так. Вот так. Садина. Возьмите нас. Продолжение следует... 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 ну если солнышко нет то в теплице то же самое есть и градусов минус 10 градусов пока солнышко тепло а без солнышко ждет и сны скоро начнется сезон отверстие в овощи не открывает для теплого воздуха закрыто все так трубки тут и землю туда и сюда проходят здесь выход тоже крышечками закрыт все заинтересовало берите закрывается печку затопили тепло будет будем пельмени варить сад спит солнышко выглядывает здоровается но обещает еще дня три такую погодку ну ладно февраль оно должно быть такой с вьюгами метелями снегом как круто ведра открылся да два ведра минус ну ладно и опыт сын ошибок трудных да пескушка тут прилетела но все значит налетят разведчик прилетел воробей вон разведчик сидит ну ладно Продолжение следует...